Россия представила комиссии ООН доработанную заявку на расширение границ арктического шельфа. Участок, на который претендует наша страна, охватывает огромную территорию, перспективную с точки зрения прокладки транспортных маршрутов и богатую углеводородами. Притязания России на шельф подкреплены многолетними исследованиями. Что удалось выяснить ученым и каковы перспективы поданной заявке, узнала Жанна Галакова. Впервые Россия официально предъявила свои претензии на часть арктического шельфа в 2001. Но тогда комиссия ООН попросила предоставить дополнительные научные доказательства того, что огромный кусок океанского дна является естественным продолжением евразийского континента. Чтобы собрать недостающие, потребовалось почти 15 лет. 9 арктических экспедиций с использованием ледоколов, подводных лодок, бесчетное количество замеров и проб. На этот раз Россия подготовилась основательно. Нам это интересно, потому что позволит перевести чисто российскую юрисдикцию огромную площадь, это более 1 миллиона, а точнее 1 191 тысяча квадратных километров в российскую юрисдикцию, где будут исключительно российские законы и где мы, естественно, будем устанавливать собственные правила ведения работ, ведения деятельности в Арктике. Это будет Арктика наша, международно закрепленная в рамках международного законодательства и, соответственно, мы к этому и стремимся. Претензий России теперь даже немного больше, чем было указано в первоначальной заявке. От наших берегов до канадского арктического архипелага через центр Северного Ледовитого океана и Северный полюс. Хребет Ломоносова – это первое. Второе – котловина Подводников, котловина Макарова, поднятие Менделеева, часть Чикотского плато и часть Чикотской котловины. Вот эти основные структуры, которые входят сейчас в нашу заявку. Миллионы лет назад тектонические плиты, которые являются дном Северного Ледовитого океана, находились в районе экватора. Существует десяток гипотез, порой противоречащих друг другу, как происходила эта эволюция земной коры. Российские ученые, работавшие над заявкой, предложили свою модель сотворения мира. И, похоже, она ближе всех к истине. Нам пришлось пересмотреть, можно сказать, основы глобальной тектоники, ее динамики, геологии. Вообще пересмотреть. Это вот очень важный момент, когда наука выигрывает от деятельности. Такой практический выигрывает наука. И мы сейчас разработали новую концепцию эволюции Земли, чтобы вот этот частный случай понять. На рассмотрение заявки уйдет несколько лет. Это обычная практика. Кроме России, на кусок арктического пирога претендует Норвегия, Дания, США и Канада. И эти претензии пересекаются. Кстати, Дания, тоже мечтающая получить Северный полюс, должна была представить свою заявку одновременно с Россией. Но пока взяла тайм-аут. Сейчас, согласно Конвенции ООН, за каждой стороной закреплена прибрежная полоса в 200 миль, или 370 километров. Остальное не принадлежит никому. А между тем, ресурсы углеводородов в этом регионе богатейшие. Россия, например, может рассчитывать как минимум на 5 миллиардов тонн условного топлива. Кроме того, Арктика является весьма привлекательной транспортной артерией, которая с изменением климата будет только расширяться. И еще этот регион называют кухней погоды для всей планеты. Именно Арктика определяет движение циклонов и антициклонов. И тот, кто станет ее хозяином, будет диктовать политику в изучении климата.